Пойковская библиотека О, шесть часов. Пора домой. Спокойной ночи, книжные герои. Я вернусь к вам завтра. Так, мне нужна книга про меня. Эл. Тут у нас третий длинный чувак, малыш и карцем. Это не то. Л-э-э-ч-а-щ-а. Как будто все по алфавиту там. О, Николай Мехов. Какие приключения не знаете его друзей? Нашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выключай! Слушай, Винтик, дай мне поездить на машине. Я тоже хочу быть шофером. Шофером? У тебя ничего не выйдет. Почему? Потому что ты за все берешься, а ничего до конца не доводишь. Вот увидишь, теперь до конца доведу. До самого-самого конца. Нет, нет, это тебе не красками мазать. Это машина. Тут долго учиться надо. Чего тут еще учиться? Дергай за ручки. Да нажимай себе. Ну, нечего, нечего. Не смей. Не хочет ехать, а? Ну, нечего, я тебя доведу. Ты у меня поедешь. Ух ты, какая интересная книга. В этой книге рассказывается о сказочной стране, в которой жили крошечные мальчики и девочки. Коротышки. Вот такой малыш-коротышка был и Незнайка. Жил он в сочном городе на улице Колокольчиков. Вместе со своими друзьями однажды Незнайка повстречал волшебника. И благодарность за хорошие поступки получил в подарок не что-нибудь, а волшебную палочку. И это стало началом многих необычных событий. В книге рассказывается о том, как Незнайка и его друзья совершили путешествие на воздушном шаре, побывали в зеленом городе, городе Змеевка. О том, что они увидели и чему научились. Ух ты, как интересно. Интересно, а про меня еще пишут книги? И дети их читают? Ой, уже утром. Пора бежать. Спрячусь куда-нибудь сюда, чтобы дети не забрали в зеленом. Почему горит свет? Кто был в моей библиотеке? 23 ноября 2018 года Николаю Носову исполнилось бы 110 лет. Все книги о Незнайке и многое другое ждет вас в детской библиотеке Радость.